Может быть сказалось отчасти то, что ты не слишком злой на льду. Вот ты в жизни добрый, но это когда на льду, то это не очень хорошо, потому что там тебе агрессии вот прямо не хватало. Ну, вы хотите считать, что я интеллигент на льду, да? Ну не интеллигент, интеллигент ты бы с книжкой выходил. Ну слишком долго. Вот ты вот сейчас вот такая у тебя улыбка, у тебя и во время матча она такая была. То есть ты не мог там разозлиться, только на меня мог разозлиться. Когда вас во время игры видишься, тоже иногда так. Опять приперся. Привет! Антон Бурдасов подписал новое двухлетнее соглашение с питерским СКА. За два года он получит 95 миллионов рублей, а как-то за сезон в ЦСКА получил 100. А дают цены-то. Если говорить о деньгах, то вчера мы узнали зарплаты игроков Салавата и Лаева. Ну и что? Мир не рухнул, зато есть о чем подумать. Что мы увидели, оставив за скобками рассуждение, что наши спортсмены этих денег не заслуживают? В Уфе справедливость. Самые дорогие те, кто приносит результат. Никакого перекоса. И новые хоккеисты, чьё появление вызывает жаркие споры, приходят в клуб на небольшую зарплату. Ни к одной цифре придраться нельзя, учитывая современные реалии. Плюс у Салавата и у Лаева есть еще 200 миллионов на усиление. Если эти деньги, конечно, вообще появятся. Можно докопаться до всего. Почему Никита Сошников 27 шайб в регулярном чемпионате получает всего на 10 больше, чем Кадейкин 11 шайб? Или как получилось, что на третье звено будет потрачено больше 100 миллионов, но это уже частности. Рано или поздно в лиге поймут, что серьезные деньги достойны получать только звезды. Для этого, кстати, и нужно публиковать зарплаты. А потом мы будем сравнивать с итоговой статистикой и формировать общественное мнение. Отмечу, что даже с таким составом плюс молодежь можно претендовать на что-то серьезное. Правда, для этого нужен и сильный тренер, а в возможности, кто милямся, мы пока сомневаемся. Иван Телегин и Сергей Андронов пошли на снижение зарплаты и подписали новые соглашения с ЦСКА. То есть мы понимаем, что они разумные люди. Мы на пороге главной сделки Майя. Дмитрий Кагарлицкий возвращается в Динамо. В ЦСКА он был чужим. В прошлом сезоне казалось, что ЦСКА стал очень мощным, заключив трехлетнее соглашение с сильным нападающим. Причем это Кагарлицкий выбирал команду. Отказался от авангарда, не захотел сотрудничать с Динамо и поехал в Санкт-Петербург по причинам, о которых мы только можем догадываться. Но кто знал, что будет именно так? Долгое время Дмитрий не мог забить даже на предсезонных матчах. Затем провел откровенно ужасный сезон и уже к зиме вылетел из состава, не попадая даже в заявку. Он грустно смеялся со своими одноклубниками, мол, я был тринадцатым нападающим, но четырнадцатым мне еще не приходилось быть, намекая на то, что попадая в чертову дюжину, хотя бы сидишь на скамейке во время игры. Рухнули и цифры. После 68 очков в сезоне 18-19 стало 4 шайбы и 11 передач в прошлом чемпионате. Но и непонятна позиция СКА. Брать форварда, платить ему 70 миллионов рублей и мариновать в запасе? Если бы менеджеры отвечали за каждую копейку, то этого бы никогда не случилось. Новый кандидат на пост главного тренера Бориса Томик Валтонен. Кажется, это история, которая не имеет конца. И последнее. Динамо Минск подает документы в КХЛ и их принимают, несмотря на то, что у клуба нет спонсора и есть задержки по зарплате. Качество бумаг, которых требует КХЛ, достаточно удивительное. Вы за потолком так собираетесь следить? До свидания. Во втором-третьем периоде вообще нормально мне. Первым, конечно, так себе. Тяжеловато было. Дворец такой, что-то душно еще немножко. Ну-ка не смей так о дворце говорить. Дворец. Хороший дворец. Город хороший. Вырежет, да. Город суммы вообще клевый. Я в Макдональдсе был. А это Балашиха? Я в курсе. Я в Макдональдсе был. У нас рядом с дворцоветелем. С отелем Макдональдс. Кофе брал.